Центры выдачи паспортов болельщика открылись во всех четырех городах, принимающих Кубок Конфедерации. Напомню, это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сегодня все эти центры притяжения футбольных болельщиков связал телемост. Первым обладателем заветного паспорта, так называемого «фан-айди», стал москвич в столице. Участие в церемонии торжественного вручения паспорта болельщика принял вице-премьер страны Виталий Мутко. Среди сочинцев первым осчастливили Владимира Кулакова. Персонифицированную карту ему вручил сын легендарного сочинского футболиста Сергей Славович Матревели. Билет на Кубок Конфедерации Владимиру подарили на день рождения еще в прошлом году. Но только сейчас у него полный комплект для прохода на стадион Фишт. Позвонили, сказали, вы первый в Сочи. Впечатление супер, настроение отличное. Подняли его с утра. Я очень ждал этого события. Футбол занимаюсь и люблю его с самого детства. Сергей Матревели, ставший послом Кубка Конфедерации от города Сочи, отмечает, отец был бы счастлив увидеть в своем городе такой футбольный праздник. Ведь знаменитый нападающий и дома всегда говорил о футболе. Самое главное, что он говорил, это то, что была очень сплоченная и очень хорошо укомплектованная команда мастерами высочайшего класса. Вот поэтому и были успехи в нашей жизни. Паспорт болельщика сегодняшнего дня могут получить обладатели билета на Кубок Конфедерации по футболу 2017. Фан-айди – это в первую очередь безопасность самого болельщика. А еще персонифицированная карта решает сразу несколько задач и обеспечивает зрителя определенными привилегиями. Это и право безвизового въезда в Россию, и возможность бесплатно передвигаться по городу. И вообще это определенный элемент сервиса, подчеркивает заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. Систему идентификации болельщиков еще не использовала ни одна страна мира. А вот для Олимпийской столицы такая схема не нова. Проработав период подготовки к Олимпийским играм, мы учли наши небольшие, может быть, и недостатки. И поэтому в этот раз все будет на высшем уровне. Мы сегодня видим, что в этом центре, в котором мы сейчас присутствуем, существует 37 рабочих мест. Соответственно, мы понимаем, что и очереди, возможно, у нас не будет. Комфортно будет получить паспорта болельщиков для каждого желающего, приехавшего как с другой страны, с другого города, так и для жителей города Сочи. Процедура получения паспорта болельщика не занимает и 15 минут. Взамен же, говорят болельщики, целый день положительных эмоций на матче Кубка Конфедерации. И фан-айди-карта здесь просто незаменима, в первую очередь, для удобства. Мы же на Олимпиаде были, да, мы все знаем. Я уже про проезды не говорю, туда-сюда, все это, везде входишь, в общем-то, не бывает лишних таких проверок, все это очень удобно. Это праздник, люди просто не осознают. Это вообще-то, я же еще раз повторюсь, не каждый вообще на земле везет просто, понимаете, в чем дело. Нам Сочи вообще провезли. Олимпиады, Кубка Конфедерации, чемпионат мира по футболу, сейчас будет баскетбольный этот фестиваль, это просто прелесть. Первый центр выдачи паспорта болельщика расположился в Муримоле на Новой Заре. Такой же вскоре и откроется в Олимпийском парке, в аэропорту, а еще в Краснодаре. К слову, фишт, как и болельщики, готов. Первые тестовые соревнования, матч Россия-Бельгия, на стадионе пройдут 28 марта. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.